Привет, с вами Гуля Эл, и сегодня я расскажу вам о своих первых впечатлениях от Wizard of Legend. Это роглайд, ну да, очередной роглайд, извините, но в этом жанре продолжают появляться все новые и отличные игры. Так вот, Wizard of Legend – роглайд-симулятор боевого мага. Несколько лет назад она успешно собрала небольшую сумму на Kickstarter, а теперь наконец-то добралась и до релиза. И, я должен вам сказать, полностью оправдывает свое описание. В нем сказано, что это вроде ничего лишнего, только экшен и фейербол. Ух, так и есть, чуваки, так и есть. Дисклеймер. Ключ мы получили от разработчиков примерно за неделю до релиза, так что учитывайте это в случае чего. Кстати, разработчиков всего двое, и они большие молодцы. Я им завидую и все такое. Редкие изометрические игры приносят мне такое же удовольствие, как Diablo. Path of Exile может быть и интереснее системы прокачки, но нажимать на кнопки в ней попросту неприятно. Grim Dawn и правда интересный мир, собственно, истории, но, ну, вы понимаете. Структурно, Wizard of Legend это совершенно иная игра, но основная идея в ней взята прямиком из знаменитой серии Blizzard. Внутри главного героя постоянный пауэр овервелминг, его переполняет мощь, а вы лишь должны помочь ей вырваться наружу. И, о бой, когда это получается, все враги вокруг натурально дезинтегрируются. Еще я когда-то пробовал играть в магика, и это была настоящая пытка. Вместо могущественного мага я чувствовал себя безруким учеником, которому доверять магию вообще нельзя. Наверное, игра была именно об этом, но запоминать все комбинации и использовать их в довольно динамичных боях я так и не смог. Так вот, опять-таки, Wizard of Legend как игра совсем другая, но как симулятор боевого мага, по моему мнению, у магика легко выигрывает. Вот, ну, просто взгляните на то, что тут можно вытворять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да-да, я знаю, вам уже наверняка плевать, хочется от пиксель-арта, да еще и такого грубого. И меня тоже поначалу немного выворачивало, но знаете что? Когда игра ебашит, на то, как она выглядит, перестаешь обращать внимание. И Wizard of Legend ебашит прямо со старта, останавливается крайне редко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В ходе приключений вам встречаются NPC-торговцы и не только. Есть, например, охочущий чувак, который отдает артефакты за атак, но, естественно, это артефакты проклятые, с четко определенными и достаточно обидными недостатками. Ассортимент у торговцев вполне себе разнообразный, но я бы не назвал его чем-то особенным. Просто от стандартных зелий лечения, например, до, опять-таки, всевозможных артефактов. Кстати, мне очень нравится элемент исследования в этой игре. Исследования как новой магии, так и экипировки. При покупке предмета или свитка вы видите только его название, иконку и цену. Что делают смазанные сапоги? Зачем нужен черепаховый щит? Купите и узнаете. Здесь Weathered of Legend явно делает кивок в сторону оригинальных роглайков, в которых, как известно, вы находили свиток, например, зеленого цвета или зелий зеленого цвета, и не знали, что она делает, пока не выпьете его. Впрочем, сама Weathered of Legend ушла от роглайков очень далеко. Как вы, наверное, уже поняли, между забегами сохраняется многое. Кристаллы, за которые вы потом покупаете новые шмотки и магию. Собственно, сами спеллы, ну, почти все. Некоторые вы находитесь в процессе, они вешаются на бамперы и после смерти исчезают. Плащи и лут, купленные в хабе, тоже остаются. Но достаточно и того, что делает каждый забег индивидуальным. Даже, ну, сюжет тут не попсовый, если это вообще можно назвать сюжетом. Ваш герой не спасает мир, он не старается отомстить какому-то золотию архимагу, нет. Он просто пришел в фаерболы пошвырять на соревнования, понимаете? Ему это по фану, по приколу. Примерить новые плащи с разными магическими свойствами, поразглядывать артефакты на прилавках, опробовать новые заклинания, никакого разделения персонажа и игрока, понимаете? Он это вы, а вы это он. У вас одинаковое стремление, цели и инструменты. Черт, я вот, я обожаю такие игры. Под конец видео я обычно стараюсь упомянуть какие-то минусы. И у Withered of Legends они тоже есть. Генерация уровней, например, ну, частенько радует бессмысленными тупиками, а подземелья на тему ветра просто не успели доделать. Его авторы обещают выпустить в бесплатном дополнении в ближайшее время. Но в этом случае, знаете что, просто забейте. Игра достаточно хороша. Да что там, она изумительно хороша. Она настолько хороша, что на подобные огрехи, как и на топорный пиксельарт, я плевать хотел. И вам тоже должно, у вас должно быть такое же к ним отношение. Честно, честно, чуваки. Ну все, достаточно. Давайте подведем итог. Если вам нравится Power Fantasy, если вы представляете себе магов не только как тряхлых мадрецов в высоких башнях, и если вы хотите жать на кнопки и получать мгновенную отдачу, то Withered of Legends сделали специально для вас. Да и вообще, для всех. Так всем остальным я ее тоже рекомендую. Вообще всем. Даже проведу параллель с Synthetic, которая вышла в марте и удивила меня примерно так же. Честно говоря, это одна и та же игра. Только про фэнтези одна, а вторая про киберпанк. Игра сразу же хватает за яйца и не отпускает до сих пор, пока ваши бессильные руки не выпустят геймпад. Я вот сейчас печатаю эти буквы в сценарии видео, хотя сейчас их уже говорю. А пальцам скучно, пальцам уже остебенили буквы. Пальцы хотят быстрее запускать фаерболы и цепные молнии. Так что все, я побежал, а вы дайте Withered of Legends шанс. Она не подведет. И да, 15 мая игра уходит в еде. На ПК, на Switch, на PS4 и на Xbox One. Так что у вас вообще никаких оправданий не будет в случае чего. Я проверю. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И если не понравилось, ставьте дизлайк. Приходите в комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, читайте нас в твиттере. Ну и если хотите поддержать GameCamp and Pub материально, для этого есть Patreon. Ссылка в описании и на экране. Мы будем очень благодарны, а тем, кто нас уже поддерживает, огромное отдельное спасибо. Играйте только в хорошие игры. До встречи.